Здравствуйте, друзья! Меня зовут Нина Воронова, я психолог, кандидат биологических наук, и вы на моём канале, где я рассказываю о расстройствах пищевого поведения. Сегодня буду говорить о внутреннем критике. Что такое или кто такой внутренний критик? Внутренний критик психологи называют внутренним критиком ваш собственный голос, который звучит у вас в голове и критикует, оценивает, обзывает, ругает, даёт советы, обычно в очень жёсткой, недружелюбной форме, который объясняет вам, какое вы барахло. Практически у всех людей, по-другому скажу, у всех, во всех РПП, будь то анорексия, булимия или компульсивное переедание, внутренний критик — это такая важная, центральная часть расстройства. Это касается не только людей с РПП, это касается всех людей с комплексным посттравматическим стрессовым расстройством. Это люди, пережившие КПТСР, это люди, в голове которых звучит этот внутренний критик, оценивая каждый их шаг, каждое их движение. И это критик, это не друг. Оценивает он это, прямо скажем, обычно, очень нелестно. Откуда он берётся? Вообще считается в соответствии с теорией, что внутренний критик формируется тогда, когда в детстве нас критикуют. Когда нас критикуют родители, когда нас критикуют сверстники, когда нас критикуют какие-то люди, которые значимы для нас. Они говорят нам эти плохие вещи о нас. Они говорят, что мы слабые, что мы глупые, что мы жалкие, что нас невозможно любить, что мы всё делаем неправильно, что мы отвратительны, уродливы, что мы толстые, что мы слишком худые, что мы плохие, что такие, как мы есть, мы никуда не годимся. И говорится это, конечно же, обычно с большой злостью, презрением, негодованием. И это запоминается и интернализируется в наши собственные внутренние голоса. Ваш внутренний критик говорит с вами не вашими словами, а иногда и не вашим голосом. Он говорит с вами голосом и словами тех людей, которые говорили вам гадости о вас в детстве, которые говорили вам всё то о вас, за что вы сейчас себя презираете и не любите. Эти люди сначала убедили вас в том, что вы плохие, вы плохой, плохая. А потом их голоса и их мнения внедрились в ваше сознание и стали как будто, как будто вашими собственными. Как будто это мнение о вас стало вашим собственным. Как будто это отношение к вам стало вашим собственным. И когда с нами говорит наш внутренний критик, мы уже не можем отделить, где наши слова, а где не наши, где наши мысли и чувства, а где не наши. Всё смешивается, всё прорастает друг в друга. Более того, внутренний критик начинает жить собственной жизнью. Он развивается, он эволюционирует, он становится злее, он находит новые причины для того, чтобы ненавидеть нас и говорить нам об этом, говорить, какие мы отвратительные, какие мы жалкие, какие мы ужасные. Внутренний критик, который поселяется в нас тогда, когда нас критикуют, ругают и не любят люди, которые для нас важны, потом уже становится словно частью нашей идентичности. Но при этом очень важно понимать, что он всё-таки остаётся внедрённый в наше сознание конструкции. Внутри, внедрённый, она не наша, она не естественная для нас, она чужая. Это что-то, что в нас поселили, как паразита, и теперь оно в нас живёт, растёт, пускает корни, приобретает новую силу, приобретает новые, новое значение для нас. Но это паразит. И это очень важно понимать. Если у вас РПП, то я могу предположить, что этот внутренний критик в вас очень силён. И он не только говорит вам, ты толстая и ты страшная, он говорит очень много всего о вас и всегда плохого. Если у вас РПП, что вы можете сделать с этим? Определённо вы, ну если это паразит, да, самое глупое, что мы можем сделать, это адаптироваться к жизни с этим паразитом, слушаться этого паразита, подчиняться этому паразиту, кормить этого паразита, лелеять этого паразита, дать ему размножиться и поселить его в наших собственных детях. Это паразит. Если мы не можем его вырвать из нас, уничтожить и удалить, как минимум, мы можем заставить его заткнуться, заставить его замолчать, заставить его не вредить нам. И когда я говорю это, я не имею в виду что-то умозрительное, фигуральное, я имею в виду буквально. Если вы слышите голос вашего внутреннего критика у себя в голове в любой момент времени, не будьте с ним мягким, не будьте с ним добрым, потому что это не часть вас. Саша, скажите ему заткнуться. Скажите ему, что вы не будете его слушать и не слушайте его. Гоните его из своей головы. Не идите у него на поводу. Потому что это что-то, что растет в вас как опухоль, которая должна быть удалена. И это принципиально важно. Это принципиально важно для того, чтобы вы могли чувствовать себя хорошо, жить хорошо и избавиться, и избавиться, выздороветь от своего РПП. Резюмирую. Внутренний критик — это голос, который оценивает наши поступки и ругает нас, обычно очень жестко, за все, что мы сделали не так. Внутренний критик. Внутренний критик воспринимается как часть нашей Личности. Но на самом деле это нечто чужеродное, что поселилось в нас тогда, когда нас ругали. Вот этими словами, когда нам говорили это о нас, что мы плохие, и мы поверили в это, и встроили эту конструкцию в свое собственное сознание. Но хотя мы встроили ее в наше собственное сознание, она на самом деле не часть нас, она чужая. И самое лучшее, что вы можете сделать для себя, это заставить эту часть замолчать. Изгнать ее из своего сознания как паразита, как чужого, как что-то ненужное вам, что вам вредит. Буквально вот так. Не пытайтесь договориться с ним. Не пытайтесь торговаться с ним. Вроде, ну да, сегодня вот я, конечно, но завтра я постараюсь получше. Нет. Он вам не друг. Он вам не помощник. Это ваш враг, живущий у вас в голове. Прогоните его оттуда. Желаю вам в этом успехов. На этом все. Подписывайтесь на мой канал и на мои социальные сети, ссылки на которых в описании к этому видео. Пока!